Тёмное пламя В прошлом ролике я отметил, что ноосферная идея не только нехристианская, а она, напротив, антихристианская. Более того, эта идея богобурческая. Но в нашей стране только специалисты знают, что такое богобурчество. Более того, в нашей стране только специалисты знают, что такое инферно. А это то, из чего вытекает богобурчество. Правда, в некоторых своих роликах я уже останавливался на этом. Но думаю, нам пришло время остановиться на этом поподробнее. Инферно – это синоним слова «ад», та самая гиена огненная, о которой так много говорят, в том числе и православные люди. Но дело в том, что в нашем случае об этом нужно знать несколько больше. Я не знаю, существует ли рай и ад, но с позиции ноосферного мировоззрения наша жизнь мало отличается от адской. Но сферное мировоззрение исходит из того, что жизнь в нашей реальности инфернальна. Почему, на мой взгляд, лучше всего это удалось сформулировать Ивану Ефрему в романе «Лезвие бритвы»? Лучше я эту цитату зачитаю. «Получить лучшее, создать совершенство природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых, то есть через страдания, наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это первый изначальный принцип всей природной исторической эволюции, и он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни. И если бы был создатель всего сущего, тогда это его грех. Ибо мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его, какая бы цель ни ставилась. Потому что все цели – ничто перед миллиардом лет страдания. В романе «Час быка» он становился на этом куда детальнее. Там он это назвал «теорией инфернальности». Хотя и подчеркнул, что это не теория, а свод статистических наблюдений на нашей земле, над стихийными законами жизни и особенно человеческого общества. Все мы со школьных лет знаем о теории естественного отбора Дарвина. Но мало кто из нас задумывался, насколько законы естественного отбора чудовищная вещь, а во-вторых, что может быть еще более важна, насколько эта вещь малоэффективная. В свое время принцип «выживает сильнейший» в наше время, впрочем, тоже. Был признан фашистским и признан совершенно справедливо. Но ведь законы естественного отбора как раз и построены на этом принципе, «выживают сильнейшие». Это еще полбеды. Самое главное – они работают миллиарды и миллиарды лет. То есть совершенствование биологических видов идет невероятно медленно. И по мере развития страдания не только не уменьшаются, а, напротив, увеличиваются. Для того, чтобы эффективно выживать в нашем мире, нужно иметь развитые чувства. А значит, нужно чем-то совершеннее, тем лучше, в том числе чувствовать и боль. В результате более развитые существа чувствуют боль куда сильнее, чем менее развитые. Добавьте к этому, что над каждым из нас висит смертный приговор. Мы все привыкли и претерпелись к этому. Мы говорим об этом философски. Все мы смертны. Но только мало себе, мало кто отдают себе отчет. Насколько же чудовищно это выражение «все мы смертны». И мы это понимаем только тогда, когда теряем близких людей. Потом опять забываем. Но фокус в том, что от этого это выражение не становится менее чудовищным. И все это продолжается миллиарды лет. Я уже сказал, естественно, отбор невероятно малоэффективен. Для его работы нужно минимум несколько десятков тысяч лет. Но чаще миллионы и миллионы лет. И вытащить ли, естественно, отбор нас когда-нибудь из инферно, не знает никто. Но асферное мировоззрение не исходит из коммунистического принципа, что светлое будущее неизбежно. С его позиции возможны разные варианты социальной эволюции. Варианты, в том числе и варианты, сохраняющие инферно, и более того, инферно усугубляющие. У Ефремова показан такой вариант. В романе час быка. Планета Торманс. Впрочем, таких вариантов действительно настоящей научной фантастики показано уже очень и очень много. Именно поэтому Иван Ефремов в романе час быка «Законы нашего мироздания» практически открытым текстом назвал фашистским. И есть вопрос, кто в этом виноват. И по чьей вине так должны жить не только люди, а все живые существа. Иван Ефремов неслучайно подчеркнул. И если бы был создатель всего сущего, тогда это его грех. Ибо мыслящим существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, а не увеличении его, какая бы цель не ставилась. Потому что все цели – ничто перед миллиардом лет страдания. То есть, если Господь Бог действительно существует, то ответственность за фашистские законы нашего мироздания лежит только на нем. И именно из этого и вытекает необходимость богоборчества. Историкам хорошо знакомо понятие наивным монархизм – вера в доброго царя. В свое время на Руси это формулировалось так – царь хороший, бояре плохие. Так случилось, что наша страна тоже недавно прошла через веру в доброго царя. И то, что в роли этого доброго царя был президент Путин, в принципе ничего не меняет. Но однажды народ понимает, что не может царь быть хорошим, если бояре плохие. И применительно к президенту Путина, сейчас Путин, в нашей стране сейчас это происходит прямо у нас на глазах, приходит народу это понимание. Вера в доброго Бога имеет те же корни, что и вера в доброго царя. Но однажды народ тоже неизбежно задается вопросом. Может ли Бог быть хорошим, если его мир такой плохой? В истории так было очень много раз. История богоборческих религий очень старая. И их было очень и очень много. Правда, мы с вами об этом не знали, в силу, скажем так, советской системы образования. И некоторые из этих религий дожили до нашего времени. В частности, я уже отмечал, что до нашего времени дожила гностическая религия. Но и здесь, наверное, пора объяснить, что такое богоборчество. Богоборческие религии исходят из того, что тот, кого в том числе и православные люди держат за символ добра, Господь Бог ни разу не символ добра. А напротив, он преступник и он законченный подонок. И именно на нем лежит ответственность за инфермию. Но и, понятно, они призывают бороться с властью такого бога. Вот отсюда и богоборчество. И они учат тому, как это делать. Суть настицизма, например, в Хносисе, в тайном знании, которое делает человек равным богу по могуществу. Вопрос о том, что это за знание, очень непростой. Но суть его, в принципе, такая же, как та суть, скажем, которая учит в Индии йога, а на Дальнем Востоке боевые искусства. У Ивана Ефремова в романе «Час Бука» это называется овладением способностями прямого луча. Надеюсь, мы однажды сможем поговорить с вами об этом куда поподробнее. Но пока у нас первый ознакомительный разговор. Пожалуй, на этом я сегодня закончу. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных застатках. Субтитры сделал DimaTorzok